В предыдущей серии Я открою холодильник и неделю буду просто тупо жрать Время пришло, я ем Сегодня мы познакомим вас чуть ближе с Владимиром Чинченко Наш спецкорд Танечка покажет, чем он обычно завтракает В этом доме живет один из участников акулии сушки Владимир Чинченко Он уже приступил к тренировочному процессу И сейчас мы проверим, что он готовит и чем питается Здравствуйте Здравствуйте, боже, какой сюрприз, с утра пораньше Вы проходите В воскресенье Сейчас проверим, чем вы питаетесь, что храните в холодильнике Пожалуйста, мы хоть пришли, я же его вывозу Проходите, знакомьтесь, смотрите Владимир, делитесь, что готовите? Ну, уже проект идет, уже проект стартанул Уже прошли первые тренировки Это значит, что нужно начинать входить в нормальный режим питания В процессе подготовки выяснилось, что я ничего в принципе не знаю о правильном питании Хотя я всегда считал, что мне это известно Ну, какие-то азы, по крайней мере А когда вчера зашел в магазин, понял, что покупать, собственно, какую еду можно есть Вот, сегодня мы варим рис Сегодня мы варим рис и тушим куриную грудку Это по настоянию тренера или это ваше решение? Ну, я слышал разговоры тренеров между собой, трениров с другими ребятами И общался со своим тренером, с Катей Ну, прежде всего, убрать из головы, что нужно было дать Это прежде всего, потому что все-таки 80% успеха – это питание, правильное питание Дробное питание, полноценное питание И грамотно построенный тренировочный процесс Катя какие-то рекомендации дает, да, по питанию? Катя составляет какую-то вообще сумасшедшую программу, я так понимаю Потому что пока еще четких рекомендаций по конкретным продуктам не было Хотя в общих счетах мы с ней поговорили Она дала базу определенную, да, что можно и что нельзя есть Вот, поэтому, ну, начнем с этого То есть рис, курочка Ну, как, по соли, по перцу? Отлично, попал яблочко Даже вам надо попробовать Ничего себе, с ложечками менять? С ложечки, конечно Конечно, горячо, осторожно Так меня только в детстве кормили Ну, насколько я помню себя до 5 лет я был крайне худым У меня было даже где-то в моей старой медицинской карте запись «Рахип» там, в какой-то степени Вот мы тогда жили, тогда еще, ну, Советский Союз был Мы жили в Камышине, это по Долгоградам Вот, и потом уже переехали в Крым Соответственно, здесь уже, ну, приехали в деревню Хозяйство, коровы и все остальное Парным молочком меня бабушка Отпоила Да, собственно, моему, все моему Что у вас лежит в холодильнике? Мне очень интересно посмотреть Конечно, сейчас Может быть вы сейчас нам рассказываете о том, что вы правильно питаетесь, а на самом деле мы увидим там далеко неправильные продукты Приди бы вы раньше, вы бы меня застали врасплох Вы ели печенюшки Да, кстати, я ел печенюшки, я ел хлеб, я ел сахар Печенюшки оставьте для нас А их нету, я все На них уже поставлен крест, как говорится Мы остались без десерта Да Идем к холодильнику Идем к холодильнику Так Это суп Полкастрюли осталось, чечевичный суп Здесь творог Если раньше я его делал со сметаной То сегодня по рекомендации господина подреза Это курага Курага, изюм и грецкий орех Без сметаны, без сахара А это вот, да, это привет из прошлого, скажем так Он тут лежит, ну и пусть лежит Так давайте мы его выбросим прямо сейчас Да, ну давайте выбросим, давайте Выбрасываем Выбрасываем кетчуп Да, кетчуп ушел Ушел До свидания, кетчуп У его сынок он скажет спасибо В кавычках Достатки майонеза, собственно, это после гостей Потому что майонез, майонез, мы больше по сметане продвигаемся Поэтому чуть осталось Выбрасываем Выбрасываем Все, поехали У меня с этим проблем нету То есть я могу остаться, в принципе, с тем, что... Чистим холодильник сегодня Привет, друзья, это Акулья Сушка Мы продолжаем наблюдать, как 12 доблестных бойцов продолжают бороться с лишним весом И за главный приз 50 тысяч рублей Начнем со спортивного клуба Альбион Где первую пару встретил автор проекта Андрей Акула-Шарков Здравствуйте 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 Здравствуйте, наши дорогие участники Алексей Бажена Мы, вот Викиными руками Вручаем вам абонементы На все время проведения нашего реалити-шоу Спортивный клуб Альбион Пожалуйста И я передаю вас в руки вашего наставника Романа И эти его руки уже чешутся, не потому что он болеет, а потому что Роман хочет высушить своих подопечных Кстати, учтите, что если будете плохо стараться, то такую пятюню получите в качестве подзатыльника Перед стартом тренировки участники Акулий Сушки были взвешены Интересно, насколько их вес в конце проекта будет отличаться от того, что сейчас увидим Первой на наши весы наступила нога Бажены Аксеновой Вес Бажены Аксеновой 83 килограмма 500 граммов Алексей Давыдов тоже захотел пощупать весы ногами, поэтому быстренько доел бутерброд и закарабкался на них 140 килограммов и 200 граммов А тем временем через двери клуба Пауэр Лайф просочилась еще одна пара сушек Обчата, подходим ко мне Здравствуйте Здравствуйте Дорогие Жанна и Надежда Рады приветствовать в нашем зале Пауэр Лайф Мы рады вас видеть Надеюсь, вы будете довольны и вы сделали правильный выбор, что пришли именно к нам Спасибо Держите апонимы для вас и для вас Спасибо большое Ваш тренер Виктория тоже будет Вот только ради такого хостеса из клуба Пауэр Лайф некоторые девчонки и покупают себе абонементы Ну и конечно же сразу бегут на весы, как это сделала Жанна Смолега Жанна Смолега и ее вес 84,5 Ну а сейчас весы ощутят на себе вес Надежды Костюченко Взвесив Надежду Костюченко на циферплате мы увидели 73,6 Обожаю этот проект за то, что можно не стесняясь начинать знакомство с девушкой со слов Эй, красотка, сколько весишь? Два спортзала уже вручили абонементы и остался последний, но не по значению Глобус Спорт Здравствуйте Дал в руки Катюне Завидую вам, ребята Следующий, давай Акулья Сушка Но сперва давайте мы вас взвесим, чтобы Екатерина Ткаченко поняла, что с вами делать На весах Владимир Чинченко Ощутив на себе Владимир Чинченко, весы показали 124,4 кг А сейчас к весам грациозно подходит наша пантера Светлана Крупчан Под Светланой Крупчан весы прогнулись до 93,8 У вас такой прекрасный маникюр Это вы специально под Акулью Сушку сделали? Это не маникюр, Иван Просто Светлана изучала йогу и пальцами ног срывала шелковицу Это ты с ней еще на рыбалку не ходил 12 рыб одним замахом В каждый спортивный клуб мы едем со своими весами, чтобы было все честно и справедливо Моя Акуля Сушка – самый справедливый проект на телевидении Начать с каких-то разминочек легких, ЛФК возможно Постепенно просто увеличивать вес, увеличивать нагрузку, интенсивность увеличивать И человек просто постепенно привыкнет Ну что, ребята, добро пожаловать в мой мир худых и стройных Я надеюсь, вам здесь очень понравится Я сделаю для этого все А если не будете слушать, задушу вас вашей же рукой Погну вам шею Выкручу ладошки И как пойдете вы Да, в эту сторону и пойдете Светлана, полегче бедрами крутите Вы заставляете менять рейтинг нашей программы на 18+. И пока Катюня разминает таз своим подопечным в клубе «Глобус Спорт» Зал Пауэрлайф и Виктория Ягьяева встречает своих новых спортсменов Мы так счастливы, мы так рады, нам так весело Потому что мы еще не знаем, что через полчаса с нами сделает Виктория Так, сегодня мы с вами сделаем кардио Давай Заступай на степ И начинаешь работать, опуская одну ногу И поднимая максимально вторую И каждый раз меняешь Топ-топ-топ, зашагали ножками девчонки Хрум-хрум-хрум, что-то съели, пока Вика отвернулась Вика здесь мучает своих девочек, да? Расскажи, пожалуйста, что мы тут делаем? Мы решили начать с кардио Это кардио-тренажер степ Вот Мы здесь прорабатываем бицепс, бедра и ягодичную мышцу Ну это считается как кардио, да? Да, 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 это кардио Ну, параллельно еще нагружаются, хорошо, сзади пардио Да, 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 да Ну, если мы будем продавливать пяточкой, то мы включаем бицепс бедра и ягодичную мышцу Понятно, сколько по времени нужно это производить? Ну Пока девочки не устанут и не попадают Да, можно сказать и так А вот я бы сел в карету, запряг бы туда участников проекта, свесил бы на удочке какие-то вкусняшки перед их лицами и запатентовал бы вечный двигатель А вот и персональная тренировка наклевывается Это дело важное и ответственное И некоторые тренеры, не жалея себя, полностью отдаются работе и клиенту Должен, посмотри на своего тренера горящими глазами Она и так это делает Тебе поэтому сложнее, получается, работать, тренировать или легче? Понимаете, я как-то будет правильно сказать, я стараюсь относиться к своему ремеслу профессионально Тогда легко общаться с совершенно разными Творческий подход это называется? Это называется творческий подход А кто повыносливее у нас тут будет? Жанна или Надя? Ой, повыносливее будет Надя Надя, да? Жанна, вы же бывшая спортсменка Немножко И даже будущее я бы сказал Кардио для меня в новинку Как это кардио может быть в новинку? Это же основа основ Ай-яй-яй, Жанна Надя, как дела? Она любит кардио Соответственно, нагрузки дела Тяжело И несмотря на то, что тяжело, Надежда все равно не сдается Интересно, а чем занимается в клубе Альбион? Надеюсь, Роман еще не вышел в Сесакис Бажен и Алексея Итак, переходим к жестким занятиям Физическими нагрузками Хватит, хватит Ребята, Рома, я смотрю, они уже тут крутят педали активно Почему с этого упражнения именно начали тренировать? Да, Денис, привет Ну смотри, сегодня у нас первая вводная тренировочка Несмотря на то, что проект у нас жесткий, да, акулия, сушка Наших подопечных ждет сегодня такая некая вводная И начинаем мы ее, как ты уже правильно сказал, с кардио-тренировки Для чего нужны вообще кардио-нагрузки? Кардио-нагрузки перед силовыми Занятиями помогают привести тело и дух в воду Можно пить во время кардио-нагрузки? Можно и нужно Всегда необходимо потреблять достаточное количество жидкости во время тренировки Это обязательно Мифов на самом деле очень много Какие самые-самые Это, наверное, есть после шести Но это, наверное, такой банальный стандарт Что касается кардио-нагрузки Самая важная функция, она помогает привести в тонус Сердечно-сосудистую систему Размять, соответственно, в данном случае речь идет о велотренажере В тренажере низ тела И, в целом, включиться в тренировку Поэтому без этого никуда Сколько необходимо крутить питатель? Сегодня нам достаточно будет 10-15 минут Будем смотреть по самочувствию и состоянию Поскольку, как я уже сказал, это первая тренировка Нужно внимательно отнестись к процессу По ощущениям человек должен вспотеть немножко и разогреться, да? По ощущениям я должен увидеть, насколько человеку хорошо, тяжело, плохо и, конечно, общаться, взаимодействовать Ну, не знаю, как Алексею, но кажется, что Бажене очень хорошо Ты положительно на нее влияешь, Роман Как вам первая кардио-нагрузка в жизни? Нет, ну как в жизни? Я уже занималась Временно сейчас отсутствует тренировки, поэтому тяжело Видите, я уже все мокрая Видим, да, а еще сколько впереди всего, да? Ого, три месяца еще Не шокировало твое взвешивание? Сколько ты весишь? Меня шокировало, вы уже видели, я очень стеснялась Но я надеюсь, это все исправить за три месяца А вы? Надеетесь на это? Я верю в это бесконечно Прежде всего нужно четко понять, для чего ты приходишь в зал Какие цели ты преследуешь Если ты приходишь в зал похудеть, то нужно поставить себе четкую цель Насколько ты хочешь похудеть Это может быть 5 килограмм, 10 килограмм, 20-30 килограмм и так далее Алексей, ну расскажи, как ты себя чувствуешь? Прекрасно Ты взвесился как? Удовлетворился своим результатом? Ну, как нужно таким результатом удовлетвориться? Посмотрим через неделю, возможно, буду гораздо более удовлетворен Сейчас крутить не тяжело? Ну, конечно, есть определенная нагрузка Надо прикладывать усилия, но, в принципе, норма Пока отказаться нет желания? Нет Уверен? Уверен И пока Алексей бажено крутит педали Владимир и Светлана взялись за тяжелую технику Сначала мы делаем махи в сторону Локти у нас немного мягкие То есть неровные ручки Локти немножко присгибаем И поднимаем до уровня плеча Выше не задираем руку То есть до уровня плеча и возвращаем назад Кисть у нас не гуляет То есть кисть зафиксирована Жестко не выгибаем кисть А держим ее ровно 15 повторений Работаем наверх Владимир, Владимир, как ощущения? Да, Паша, хорошие ощущения Вы очень хорошо кряхтите Прямо на всю Ивановскую Могу научить Курсы провести Пока их тяжу Тяжело? Пока не тяжело Пока не тяжело, пока непривычно Что непривычно особенно? Нагрузка непривычная Нагрузка или растяжение Это может быть где-то у вас Где-то у вас закрощены Конечности? Да нет, вроде бы нормально Как раз все раскипощается Все классно Не знаю, что Я простым английским языком застоялся Хочется больше нагрузки Хочется больше Жару дать в спортзале Однако здесь важно понимать Что я тогда просто полутру не встану Слушаем Катеньку Слушаем тренера Улыбаемся И машем И машем гантелями Чего? Всем и желаю Машите гантели Машу Четыре Хорошо, еще Пять Еще Еще Выше Еще Хорошо Еще Так, продолжаем наблюдать За этой душещипательной тренировочкой Так, Вика, что за следующее упражнение? Мучаешь, да, Надю? Да Мы сейчас прорабатываем прямую веса Вот Так что Не самое легкое упражнение На максимум будем ее проверять Не самое легкое Нет, не самое легкое упражнение Поэтому мы как в качестве разминки тоже проводим Да Да Это моя разминка Надя, как? Еще пять раз Раз Еще А сколько раз нужно сделать? Раз 20-25 Угу, понятно То есть это началь Четыре еще Начальная цифра Да, умничка Мне кажется у вас дрожат губы от напряжения Что же вы так постоянно обращаете внимание на мои губы? Ну вы сами их показываете людям? Да Да Ну да Тяжело? А твой упражнение? Такое упражнение когда-то практиковали? Практиковали? Нет, это первый раз в моей жизни Вот такой упражнение Первый раз в моей жизни? Первый раз в моей жизни? Понятно Ну какие впечатления? Пока не поняла Я думаю завтра утром пойму Ну испарено уже на вас Ну конечно Значит тяжело Ну значит вы видите все за себя Значит я не слепой, да естественно Ну конечно же, да Будем следить за вами и дальше Значит вы чувствуете? Я, да Очень чувствительный человек Мне это очень нравится Прекрасно Это была наша новая рубрика Акулей флирт Мастер класса Светланы Крупчан И пока стены клуба Глоба Спорт впитывают в себя флюиды Спортивный зал Альбион пнул Купидона и тянет железо Во-первых пообщаться с человеком прежде всего на предмет противопоказаний Это могут быть какие-то нарушения опорно-двигательного аппарата Проблемы с давлением, с сердечно-сосудистой системой, да Вот И так же необходимо проговорить с ним его цель Только после выяснения этого всего, да Необходимо приступать уже к тренировочному процессу Упражнения закончили, как говорится, да? Так точно Ровно скажи, это упражнения с заменой подтягиванием? Это не может быть в полной степени замена подтягиванием Это я бы сказал дополнение к подтягиваниям Если речь зашла о подтягиваниях, то я считаю, что подтягивание необходимо делать прежде всего Это самое базовое, самое ключевое упражнение для мышц спины Но тяга вертикальная, хороша Либо если человек по причине каких-то травм или боли не может делать подтягивания Либо у человека избыточный вес Леш, как ощущения? Вполне нормально Чувствуешь усталость спины? Спины, наверное, нет Я думаю, с этим надо переспать и завтра посмотрим с утра Так, пока еще Жанна не устала Мы спросим Так, тоже 20-25? Нет? Да, раз 20 Раз 20 будет достаточно То есть это упражнение для девочек, для мальчиков одинаково эффективно? Да, да Мы здесь прорабатываем мышцы спины, поясничный отдел Эти упражнения эффективны для сжигания жира? Сами по себе? Смотря какое количество ты сделаешь Конечно, если ты там пресса, там будет 1000, то это будет как жиросжигатель Ну, а если, конечно, это там будет по 15 раз, то все же это, наверное, как... Все-таки на укрепление может Да Можно же брать еще блин в руки Конечно, можно брать блин Обязательно со сметанкой или сгущенкой Вот такие тренировки мне нравятся Жанна, не хотите стать моим тренером? Так Задача здесь взяться за рукоятки Немного развернуть носок в сторону, то есть не ровно ножка, немножко носок в сторону Максимальное отведение Вперед колено не заводишь То есть отведение И максимально фиксируешь Обязательно держишься за ручки Ну давай, малышка, покажи, на что способна Мне кажется, это упражнение тебе очень подходит По темпераменту О, да Сейчас Носок чуть-чуть в сторону Делаем отведение Вперед колено не заводим Да Максимально Сокращай Ягодичные Назрел вопрос Светлана, можете делать и отвечать? Да Какая ваша любимая часть тела? У женщин? У женщин? Да Губы Денис, у нее любимая часть тела та, которая влезла в прошлогодние штанишки Но скоро Светлана сможет влезть даже в постиранный свитер В чем прикол этого упражнения? На что оно влияет? Ага, сразу же? Конечно Понятно Ну мы сегодня тебя измотаем, Наденька Да Я согласна Здесь мы проработаем отводящие мышцы и немножко задействуем ягодичную То есть тут мы растим попу на этом упражнении? Ну, не попу, мы приводим в тонус мышцы, да, это вот эти вот приводящие, ну и немножко совсем чуть-чуть А здесь, кстати, бывает у женщин очень большое скопление Да, ушки Углеводы Ну, и они считают, что они, как бы, худеют от фруктов Углеводы должны присутствовать, но углеводы должны присутствовать сложные Это в основном каша Это, конечно, не булки, хлеб и там фрукты, ну, я против, например Чуть-чуть сняла, хорошо, ноги ставишь, чуть-чуть шире плеч, хорошо, и чуть выше Хорошо, и пошла Так, в этой сцене не хватает эмоций и эпичности Для того, чтобы приобрести мышечную массу, нужны невероятные, невероятные веса То есть поднять женщине большой вес физически, в принципе, тяжело Поэтому сделать форму мужикообразную, как они боятся, это невозможно Прежде всего, невозможно Это была первая тренировка наших худышек в зале Оставайтесь с нами, это Акулия Сушка Продолжение следует... Продолжение следует...